Черные костюмы и белые фартуки на линейке в шестом лице затмевает военная форма. Десятиклассница Ангелина ее примерила впервые, перешла из другой школы. Смеется, над фасоном думать не пришлось, зато детали потребовали максимум внимания. У нас в классе есть МЧС и ДВОКУ. У нас разные эмблемы. У меня все восковые, а у них МЧС. Поэтому мы с родителями перепутали и купили не те. И потом ехали и перекупали, которые нужны. А среди первоклассников все как на подбор. И не только по форме, по полу. Два из шести первых классов, а также два пятых в этом году будут обучаться по системе гендерного образования. Девочки отдельно от мальчиков. Семилетнего Эдгара и его маму Ингу это ничуть не смущает. Мне весело с мальчишками, потому что с девчонками они немножко скучно, потому что мальчики любят всякие мальчишки, мальчишки, а девочки чаще. У него вырастет дух, мужественный дух. Ему будет интересно. Есть в дальнейшем также перспектива поступить в высшее военное учебное заведение. С девочками они будут встречаться на перемене. В этом году порог шестого лицея впервые переступили почти 350 ребят. При этом первоклассников только половина. Новобранцев встречали традиционным флешмобом. На огромном небе звезд невидима. Посмотри на них, наш удивительный. Это наше небо, наша родина. По вселенной мы, 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 мы. А те, кто на будущий год покинет стены Альма-Матерс, сегодня передали первоклассникам ключ от родной школы и золотые погоны – главный символ кадетской чести. Поздравила лицеистов мэр города Валентина Калита, а заодно вспомнила свои школьные годы. Я помню первое сентября в своем выпускном классе. Вот, наверное, самый запоминающийся был, потому что мы уже понимали, что впереди взрослая жизнь, что больше у нас таких школьных первых сентября не будет, что мы все, наверное, разъедемся по стране, а может быть, не только по стране. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город».